Всем привет! Это проект Редколлегия Читару. Меня зовут Андрей Козлов, со мной Егор Захаров, я редактор Читару, а Егор Захаров журналист Читару. И сегодня мы хотим поговорить про судьбы компании ZAPTEC, Забайкальская топливно-энергетическая компания. Это краевая компания, основным учредителем которой является правительство Забайкальского края, по-моему, в лице департамента госимущества, насколько я помню. Эта компания была в свое время, в свое время, это значит во времена Равили Гениатулина, когда он был губернатором, создана для того, чтобы заниматься обслуживанием систем отопления в населенных пунктах котельных. В Чите весь жилой фонд отапливается, ну в основном, там 90% если не больше, отапливается силами ТГК-14. В районах Забайкальского края много котельных крупных и мелких, есть большие, есть типа там чуть ли не ТЭЦ, да, в Первомайске. Вот все это обслуживает краевая компания ZAPTEC и с ней в 2020 году стали происходить удивительные события, на которые все больше и больше обращают внимание журналисты и даже уже политики начали обращать на это внимание. Такое впечатление, что региональное правительство хочет сделать что-то нехорошее с компанией ZAPTEC. Может быть, мы ошибаемся, потому что вообще-то представители краевого правительства в лице, прежде всего, министра ЖКХ, по-моему, Золотой, говорят о том, что, ну, будем стараться сохранять компанию ZAPTEC. Все там, как обычно, вертится вокруг денег, смысл, проблема основной. Егор меня поправит, если я буду неправ. Мы с Егором-то говорим об этом, потому что Егор писал большой текст про судьбы компании ZAPTEC и вчера был в командировке в рабочей в городе... В поселке Первомайск. В поселке Первомайск, где как раз есть Первомайская ТЭЦ, который обслуживает компания ZAPTEC, и там был министр ЖКХ по фамилии Якушев, по-моему. И Егор был в этой рабочей командировке, там был губернатор, там был Якушев, и там был Егор Захаров. Поэтому именно с Егором мы об этом и разговариваем. Так вот, Егор меня поправит, если я не прав, но, по-моему, речь, прежде всего, о недостатке денег, о которой формируется... Вот этот вот основной массив задолженности, получается, правительства перед своей же компанией формируется за счет разницы между экономически обоснованным тарифом на теплоснабжение и тарифом, который установлен региональной службой по тарифам. То есть тариф, который устанавливает региональная служба по тарифам, а это тоже часть, ну это не часть правительства, это орган исполнительной власти, который тоже подотчетен правительству. Само правительство установило тариф, который ниже того тарифа, который позволяет держаться на плаву организации, которая оказывает эти услуги, на которые установлен тариф, и по закону о теплоэнергетике, но я, может быть, закон федеральный точно не помню, но по закону по федеральному эту разницу между экономически обоснованным тарифом и тарифом, который установлен регулирующим органом исполнительной власти, его должен покрывать регион. При поддержке федерального бюджета? Короче, его должен покрывать бюджет условно. Федеральный, региональный, неважно, власть, которая сама эти тарифы устанавливает, она его ставит ниже, чем положено, ниже, чем об этом говорит экономика процесса, она должна эту разницу покрывать. Разница эта измеряется в сотнях миллионов рублей, а даже и в миллиардах рублей. И эта история в теплоэнергетике связана не только с ЗАПТЭК, и не только с ТГК-14, она связана с большинством теплогенерирующих компаний в других субъектах Российской Федерации, потому что если установить экономически обоснованный тариф на тепло, то, коротко говоря, мы все охренеем, потому что это будет очень дорого. В истории с ЗАПТЭК, с ТГК-14 это вечная история, то есть у ТГК-14 есть экономически обоснованный тариф на очень условно 2 рубля, государство ставит 1,5 рубля, 50 копеек на каждую гигакалорию, я условно говорю, а государство должно компенсировать. Долг этот правительства перед ТГК копится, измеряется, по-моему, не в сотнях миллионов рублей, даже в миллиардах рублей, и эта история вялотекущая, ей много лет, ТГК потом идет с этими долгами в суды, в судах правительство говорит, что у нас нет денег, но при этом у судов нет никаких вариантов, оно присуждает эти деньги правительству, которое потом через много лет эти деньги ТГК как-то возвращает. Но история с ЗАПТЭК чуть поменьше, чем ТГК-14, но тем не менее она тоже серьезная, я видел сумму в 700 миллионов рублей долга, по-моему. Это за второе полугодие, условно говоря. То есть за полгода 700 миллионов рублей правительство задолжало ЗАПТЭКу. Дальше там началось реальное месиво какое-то, правительство ввело, ну не специально, может быть, для этого, но Егор тоже сейчас об этом скажет, режим повышенной готовности, режим ЧС, и внутри этого режима ЧС это двинуло ЗАПТЭК от закупок угля, который ЗАПТЭК обычно проводил, по-моему, с компанией СУЭК, покупал этот уголь, и провел большую закупку угля уже через департамент по ГОИЧС, в рамках этого режима чрезвычайной ситуации, департамент заключил договор на поставку угля с другой какой-то компанией, по-моему, Тегницкой, с ППГХОшным разрезом, и оказалось, что это дороже, чем было бы с СУЭКом, никто не понял, что вообще происходит, все напряглись, подумали, где-то там какая-то коррупционная схема, начали волноваться, Егор Захаров начал писать тексты, искать источники, а вчера депутат даже Госдумы Юрий Волков, он всегда ищет где-нибудь какой-нибудь несправедливости, сражается с ней, в общем, Юрий Геннадьевич Волков вчера обратился вообще к генеральному прокурору России Игорю Краснову с темой про то, что вот эта история с ЗАПТЭКом может кончиться срывом отопительного сезона в районах Забайкальского края, пожалуйста, помогите и посмотрите, что они там замутили вообще с углем. Ну, такое вот было обращение от Волкова, на него все, конечно, обратили внимание, Юрий Геннадьевич опубликовал все это в Фейсбуке, все за этим наблюдают, ну и мы видим, что в ЗАПТЭКе вообще все, не слава богу, это уж 100%, да, то есть там уволился гендиректор очередной, который отработал всего 10 месяцев. Мы знаем, что вчера вот был этот министр Якушев, и наши источники говорили о том, что одной из целей визита Якушева в регион было разбирательство с этой историей, с ЗАПТЭКом, но мы точно этого не знаем, потому что вообще-то Якушев приехал, а в том числе для того, чтобы обсудить ситуацию на строительном рынке, ну и для того, чтобы проверить готовность в целом региона к отопительному сезону, внутри которого мы уже находимся. Но тем не менее, этот Якушев вчера побывал на Первомайской ТЭЦ, который как раз управляет ЗАПТЭК, и Егор там был, был, поэтому сегодня Егор в Читару, это самый интересный собеседник во всей редакции. Вот, ну и есть вообще совершенно удивительная история, они для Забайкальского края совершенно нетипичны, я читаю их просто как детектив. Работники ЗАПТЭК обратились к Путину, пожаловавшись на правительство Забайкальского края, на своего учредителя, по поводу того, что учредитель требует сократить расходы, что ударит по предприятию. Губернатор Забайкальского края требует сократить расходы предприятия на 500 миллионов рублей через снижение заработной платы работников. И работники жалуются Путину на губернатора, который является по большому счету руководителем всей этой системы, которую ЗАПТЭК создала. В Забайкальском крае, я вам клянусь, никогда такого не было. И для меня даже, ну как бы я несколько удивлен, что этот шум вообще не поднялся еще до небес, до какого-нибудь телеграм-канала, мэш там, или что-нибудь эдакое. Ну и есть вот министр ЖКХ энергетики, цифровизации и связи Илья Золотухин, который в целом говорит какие-то успокаивающие вещи, типа, ребята, основная проблема нам известна. Он причем тоже говорит вещи, которые очень редко можно услышать от чиновников. Он говорит, цитата, «Это серьезно дестабилизирует финансовое состояние большой серьезной компании. А это, это отсутствие средств в бюджете края на выплату выпадающих доходов». Ну, это серьезно удивительное явление. В истории есть генерал-лейтенант Андрей Викторович Гурулев, который допускает передачу части котельных заптека другим компаниям. То есть, Гурулев у нас, походу, единственный краевой чиновник такого уровня, который везде все решает. И здравоохранение он решает, и с заптеком он решает проблемы. Он собрался часть котельных заптека передавать другим компаниям. Но надо понимать, какой это рынок. Это рынок, на который ни один инвестор в здравом уме и твердой памяти не полезет. И когда там присутствует какая-то государственная компания, чаще всего это единственный способ спасти вообще все, что осталось там от Советского Союза. Котельные сети, вот это вот все в условиях, когда тариф всегда будет, ну, установленный для населения, тариф практически всегда будет ниже экономически обоснованного. Всегда будут эти выпадающие доходы. Всегда в бюджете не будет денег на то, чтобы компенсировать. Какой вообще инвестор в это полезет, это совершенно невозможно. Но вот Гурулев все-таки предполагает, что часть котельных можно отдать другим компаниям. Сразу возникает вопрос, нахрена вообще это делать? И что вы вообще творите с заптеком? Ну, вот такая детективная история. Я постарался ее коротко изложить, но в 9 минут не уложился. Егор, что ты добавишь к тому, что я уже сказал? Что в первую очередь хочется добавить. Как вообще появился заптек? Сначала это был коммунальник. Его создавали во времена действительно Равиля Фаритовича, когда случались все эти крупные аварии на жилищно-коммунальном комплексе в Ясногорске, в Ясной, но в Ясной позже. В Борзе. В Борзе, я прямо помню, это была тоже арена сражения человечества с зимой. Да, да, да. То есть, ну, я еще при этом как бы жил, я рос в Борзе. Я как бы помню, что одна за одной котельной как бы зимой выходили из строя. Там сначала обрушилась котельная, которая наши дома отапливала. Но там как бы безболезненно перешли на печки и все. Потом замерзла школа, и мы как бы там учились в другой школе. Потом какие-то там пятиэтажки полностью замерзали. Люди устанавливали буржуйки в этих пятиэтажках, там прямо на линолеуме. Как-то все это очень было топорно. Как бы на площадках хранились дрова, там уголь. Ну и люди выживали как могли. И вот как бы в этой ситуации решили создать коммунальный крупную контору, которая зайдет, которая будет обладать специалистами с достаточным уровнем компетенции. Будет обладать материальной базой, чтобы какие-то задвижки, трубы там не приходилось срочно искать, покупать. А просто привезли в Читу там, ой, из Читы в Борзю. Чтобы был учебный центр, потому что это, ну, кажется свысока, что кочегары это кидай себе углем, уголь лопатой в топку и пой песни там под гитару, как это делал Виктор Цой, наверное. На самом деле это не так. Как бы нужно минимальное какое-то обучение. То есть, чтобы человек вообще понимал, там, чего ему приборы говорят на котлах. Как бы эта компания была создана, и при этом на нее перешел объем работы, которую выполняли вот ОООшки, консессионеры, примерно такие же, про которых сейчас говорит генерал Гурулев. То есть Гурулев говорит, давайте вернемся в прошлое. Да, эта схема как бы уже была, она проверена временем, и работали эти ОООшки примерно так. То есть они заходили перед отопительным сезоном, чего-то там латали потихонечку, не справлялись со своей работой по разным причинам, то у них не было финансирования, не было там работников, не было денег для зарплаты этим работникам, ну, может, в целом не было вообще желания как-то исправлять ситуацию. С божьей помощью они там дорабатывали отопительный сезон, банкротились и растворялись до следующего отопительного сезона. Аккуратно перед началом зимы, осени регистрировалась новая компания с теми же учредителями, порой по тому же адресу. В том же кабинете. Но это была другая, там, не тепло, не ООО тепло, а там ООО тепло плюс. И таким образом они как бы уходили и от задолженности по налогам, и от задолженности перед работниками. И перед энергетиками. И перед энергетиками, что более важно, и перед угольщиками. И энергетики и угольщики охреневали от всего этого. Смотрели на это много лет и думали, вашу мать, когда это закончится? Ну и в какой-то момент, как бы, уголь давали они в долг под гарантией районного главы, края или районного главы. И в какой-то момент энергетики и угольщики сказали, ребята, мы вас раскусили, вы это вообще все специально делаете, банкротитесь. Ну, примерно это, наверное, не то, что специально было, но какой-то такой. Видимо, был один из немногих способов выжить вообще. Да. Такая хитрость по наитию, да? По наитию, ну, такая не очень, не запрещенная законом хитрость. Ну, на грани. На грани. Вот и, собственно, вот на этой почве, нервной почве, я бы даже сказал, вырос заптек-коммунальный, потом который превратился в заптек. Сколько лет это предприятию заптек уже? С 2007 года он работает. То есть 13 лет? Да, он там сначала работал как просто материально-техническая база. Ну, они начали, видимо, собирать как бы то, чем ремонтировали, условно. Да, да, да. Вот, сейчас это предприятие как бы обеспечивает теплом там населенные пункты, не помню сколько точно, на 40, по-моему, или 45. Ну, среди них есть там относительно благополучная борзе, где, ну, живут люди, которые работают, у которых есть деньги там платить за тепло. То есть там в относительно нормальном состоянии сети, опять же, ну, силами там заптека, наверное. Слушай, ну, в борзе сколько денег все время вбухали и в генерирующей, теплогенерирующей мощности и в сети? Ну, да, а есть какой-нибудь поселок Кличка, то есть, условно говоря, две пятиэтажки, где живут там по большей части либо пенсионеры, либо просто люди, которые не могут по разным причинам уехать из Клички. И там из этих условных двух пятиэтажек платит только одна пятиэтажка, и там нет никаких перспектив абсолютно, чтобы как-то капитально все обновлять, чтобы вливать какие-то серьезные деньги. Потому что, ну, как бы грустно не звучало, все мы понимаем, там, лет через пять-десять, скажем, что не нужна будет Кличка, будет просто там заброшенные пятиэтажки. Будет мирная, безречная, довольно. Да, да, да. Вот кому нужна Кличка в этой истории? Слушай, у меня основной вопрос. Из твоего вопроса «Кому» следует вопрос «Зачем?» Какой ресурсоснаборожающей организации? Ну, давай мы, как бы, отойдем от риторики и от риторических вопросов в сторону ответа все-таки на вопрос «Зачем, с твоей точки зрения, происходят эти события вокруг ЗАПТЭКа?» Мне кажется, что все-таки правительство не хочет возвращать эти деньги. И там сумма за год, это больше одного миллиарда рублей. Около полутора. Около полутора, да. И три миллиарда по всему краю. И три миллиарда по всему краю. То есть, ну, полтора миллиарда-то это достаточно большие деньги. Хотя из них сейчас осталось вот 700 миллиардов. Миллионов. Ой, миллионов, простите. 700 миллионов. Ну, и я думаю, что, может быть, пришло то время, когда вот этих вот ООшки, Фениксы надо возродить. И банкротить их постоянно, как бы, и не возвращать никому денег. Это просто теория, Егор. Это теория. Это теория нашего заговора. Ничем не подтвержденная. Да, мы можем это наблюдать только в развитии. Что будет с ЗАПТЭКом? Ну, будет, видимо, видно по итогам этого отопительного сезона. Но мы находимся где-то в глубине уже этого процесса. И мне интересно, что вчера Якушев-то увидел на этой первомайской. Ну, Якушев увидел первомайская ТЭЦ. Я был на всех почти, кроме Краснокаменской. То есть я был на Читинской ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. С ним вместе? Нет, нет. А вообще? Вообще-вообще. Но вот первомайская ТЭЦ, она какое-то прямо гнетущее впечатление вызывает. Последние лет 30. Последние лет 30. То есть там, ну, достаточно неприбрано. То есть там такое все... Я был тогда. Да. То есть, ну, такая не в самом лучшем состоянии. Но говорят при этом, что с приходом ЗАПТЭКа там дела стали значительно лучше. Не знаю, что там как бы было до этого. Вот, Якушеву сказали, что станция фактически не может законно работать. Там есть история с Ростехнадзором, который требовал закрыть станцию. Но потом все-таки согласился, чтобы она работала. Выписав какой-то штраф. Есть проблема. Вот сейчас в зиму станция зашла с одним котлом. Это страшно на самом деле. Да, получилось так, потому что правительство не вовремя выплатило деньги. В июле там пошли какие-то транши, как вчера докладывали Якушу. 15 ноября должен закончиться ремонт второго котла. И вот до 15 ноября станция как бы, наверное, молится там, я не знаю, ставит свечи. Ну понятно. Да. А что Якушев-то на месте говорил? Якушев на месте говорит, что понятно, что у вас там огромные потери. Там 200, по-моему, миллионов рублей. Вот эта станция дает убытков. То есть это потери. Это потому что станция вообще предназначалась для работы горнообогатительного комбината. Да, в Первомайске был крупнейший, один из крупнейших полиметаллических. Там редкие металлы добывались, литий, бериллий, по-моему, что-то такое. Сурьма. Сурьма, да. Первомайский ГОК, один из крутейших в Союзе, все развалилось к чертовой матери. Его там на запчасти пилят последние тоже лет 15, по-моему, этот Первомайский ГОК. Да. И сейчас как бы вот эта мощность станции, она не нужна. То есть там гигантские потери, там переделывали котлы. Ну, грубо говоря, электростанцию, которая может обеспечивать теплом и крупный горнообогатительный комбинат, и поселок, и что-то, наверное, еще просто превратили в кочегарку, которая отапливает там. Это, видимо, была когенерация, да? То есть она и электричество производила, и тепло. Сейчас это просто кочегарка. Хотя у них есть планы по починке одной из трубин, которая очень старая, на нее даже запчастей нет. Их только по спецзаказу делают. Трубины для производства электроэнергии. Электроэнергии, совершенно верно. Для обеспечения собственных нужд. То есть, чтобы качать воду, чего-то еще там работало. Чтобы был большой генератор. Да, и чтобы меньше оплатить за электроэнергию другим монополистам. И есть, собственно, варианты строительства мини-ТЭЦ, либо двух больших современных котельных. Вот руководство коммунальника склоняется к строительству мини-ТЭЦ, чтобы вырабатывать электроэнергию. Где-то частично направлять ее на поселок, частично себя обеспечивать электроэнергией. А мин-ЖКХ склоняется к строительству двух котельных. Потому что это дешевле, ну и как бы там быстро возводимые конструкции все эти. Вот, министр как бы все это выслушал, но он сказал, ребята, вы не сделаете это к следующему отопительному сезону. Вам дай бог, чтобы через два года это сделать. Вы вкладываете деньги в станцию. Вы делаете что-нибудь в существующую. В ремонт существующей. В ремонт существующей станции, чтобы она у вас отработала два, а то и три года. А два или три отопительных сезона, прежде всего. Да, да, да. И как бы, ну все понимают, что вот это вот очень недолгая история там. И все понимают, какая она сложная. И все понимают, какая она сложная. И как ее неохота решать. И сколько она жрет бабла, эта история. И как там опасно все с точки зрения закона. И где рядом, и насколько рядом стоит прокурор там. Да, но губернатор говорил, в частности, он сказал такую фразу, что это просто невозбужденное уголовное дело. Да, так и сказал. Да, так и сказал. Круто. Так. Вот. А в отношении кого он имел в виду? Я не знаю, в отношении кого. Ну то есть, кто там? Руководитель структурного подразделения коммунальника, там Николай Спиридонов, сам зашел и начал эксплуатировать эту станцию. Явно нет. Так. Так. На чем мы остановились? Это уже на самом деле пора заканчивать. Примерно понятна история и с заптеком. Точнее, понятно, что ничего не понятно. Краевые власти что-то явно придумали. И что-то с этим заптеком делают. То ли мы возвращаемся в прошлое, когда действительно будет много о фениксах, которые будут возрождаться. Ну, про феникс мы пошучиваем, конечно. Но, собственно говоря, какие варианты? Или все-таки сохранять заптек, искать деньги, затыкать эту огромную финансовую дыру. Или дробить там на вот это обслуживание всего вот этого огромного фонда котельных на ООО «Феникс». Я даже ничего больше придумать не могу. Но все это пока выглядит плохо. И впервые, наверное, за... Слушайте, я даже не помню, за сколько лет. За много лет возникли вообще разговоры о том, что есть опасность плохого прохождения отопительного сезона. Ну, какой? 12-13 год был в Золотореченске, по-моему. Это еще времена Гениатулина вообще было. Ну, да. То есть, это реально было давно. Последние такие горящие проблемы с отопительным сезоном были во времена Гениатулина. Это не говорит о том, что тогда все было плохо, а потом все стало хорошо. Это много о чем говорит. В частности, о том, что основные проблемы-то они успели зашить там. Да. В те времена еще. Хотя, конечно, там были свои проблемы, были свои недоработки. Но я прям помню, какие ресурсы государство и регионы, федерация вкладывала в то, чтобы самые горящие проблемы решить. Как это все страшно вообще делалось? Я помню, в Борзе запускали новую котельную, потом они портили там вот эти вот плохим углем, помнишь, кончали вообще все это оборудование. Холмогоров туда ездил, они что-то ругались, меняли все это. Но потом вроде бы с горем пополам запускали. То есть, вообще-то в это вложено гигантское количество денег. И надо понимать, что в российских реалиях, с нашим уровнем жизни и с нашим уровнем государственного управления, вся вот эта теплоэнергетика всегда будет невыгодной, убыточной условно. То есть, затащить туда инвестора очень сложно, потому что если поставить экономически обоснованные тарифы, то граждане вынут вилы и выйдут на улицу, скорее всего. А точнее, ничего они не вынут, просто перестанут платить. В самом худшем случае, вот как Егор рассказывает, свое борзинское детство, поставят буржуйку на кухню и будут спокойно отапливать свои помещения в этих медленно опустошающихся районах. Будут отапливать тем же самым углем и дровами. Поэтому задача очень сложная у губернатора и правительства Забайкальского края, но все это усугубляется некоторым непониманием всех, что происходит. Ну и сам Забтек не хочет умирать, видно, да? То есть, и сотрудники не хотят умирать. Ну да, там 3000 сотрудников, там это вот отдаленные, какие-то отдаленные, значит, населенные пункты, где нет никакой работы, кроме как вот на кочегарке. Да, то есть, надо понимать, что здесь очень велика социальная составляющая этого Забтека. Она велика не только в связи с тем, что этот Забтек отапливает дома, в которых живут десятки тысяч людей, а в связи с тем, что там тысячи людей работают, да, с учетом коэффициента семейственности, который мы привыкли считать там в 3-4 человека, да, это огромная масса людей, над которой повисло что-то непонятное, да? И все очень сильно нервничают. Ну, мы здесь в Чите с проклятым ТГК-14 нервничаем поменьше, наверное, да? Но это мы смеемся, у нас нервный смех, на самом деле, простите нас за него. На самом деле ситуация очень серьезная, и, наверное, хорошо, что она появилась в публичном пространстве. Наверное, это, ну, как-то сподвигнет в том числе, это в том числе сподвигнет власти к принятию каких-то более взвешенных, наверное, решений. Поэтому, Егор, тебе спасибо за текст, который ты написал про Забтек. Мы дадим все ссылки на него, ссылки на все материалы, которые мы сегодня упомянули. Ну, а нам, наверное, стоит пожелать отсутствия коммунальных аварий зимой, и нужно пожелать и губернатору, и правительству Забайкальского края решение этой сложнейшей проблемы, потому что от этого зависит, ну, в прямом смысле слова, тепло в наших домах этой зимой. Спасибо за внимание, счастливо. До свидания.